Полуфиналы большой перемены проходят по всей стране. Один из них в Махачкале. За победу в конкурсе борются тысячи школьников. И не зря финалистам достанется множество преференций. Это пять дополнительных баллов к сумме ЕГЭ и самое главное денежные премии. 11-ти классникам в 1 миллион рублей, а учащимся 9-х, 10-х классов по 200 тысяч. Всего выберут 600 победителей. Для школьников это в первую очередь возможность выйти за пределы предметного мышления. То есть мы сейчас говорим о том, что кейс это всегда междисциплинарная задача, где совершенно в конечном счете не важно, хорошо ли ты знаешь математику или историю искусств. Важно, насколько хорошо работает твое мышление, как ты можешь придумывать, как ты можешь организовать свою работу в команде, как ты можешь отработать с экспертом, как ты можешь вникнуть в проблемную ситуацию. То есть все то, что здесь происходит, является нетиповым подходом вообще к образованию. То есть это практико-ориентированный подход, где каждый школьник имеет возможность поработать с настоящей реальностью, с настоящими живыми экспертами, а не с какими-то теоретическими выкладками из учебника. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Направлений здесь множество. Касаются они здорового образа жизни, творчества и добровольчества. От Дагестана в полуфинал прошли 84 школьника. Вот сейчас это же начало конкурса. Мне очень понравилось знакомство с нашими, которые приехали, людьми. Они очень общительные, и я раскрываюсь с ними. Я ожидаю от конкурса, конечно, что я пройду финал. И очень таких, и забываемых эмоций. Мы очень гордимся и надеемся, что они пройдут, наши победители, и в финал. И желаем им успеха. Конечно, прообраз таких конкурсов у нас был. Это «Бенелект». И я вот вижу, что здесь наши ребята тоже активно участвуют. Так что удачи всем. Конкурс является частью платформы «Россия – страна возможностей». Ее запустили осенью 2017 года по инициативе Владимира Путина. В этом году заявки на участие пришли от более 1 миллиона школьников. Ватимат Ханапова, Нурмагавид Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.